Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 14.30, 99.1 FM. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале. Я смотрю на YouTube-канале. Наши все собрались. Шанатова. Шанатова. Да, мне понравилось. Одна такая шутка. Шутка. Мне понравилась шутка в виде такой картинки, где один еврей говорит другому. Слава Богу, для нас этот год уже закончился. Да, но, к сожалению, по настоящему календарю он продолжается, к сожалению, к счастью. Но продолжается. 1781 год, если мне память не изменяет. Да. Ну-ка поправьте меня, если я ошибся. 72-й, нет? А, ну, 71-й. Ну, давай посмотрим, между прочим. Давай посмотрим. Ну-ка поправьте там в YouTube, кто смотрит. 5871-й или 5872-й. Сейчас мы глянем. По-моему, 71-й. А, может, 72-й, не знаю. Говорит, что там у вас в 2020-м было? Да-да-да. Да. У вас 5781 год, по-моему. Ну, да, 5781-й. Вот, 5781-й. 581-й, наконец-то. Выяснили номер. А что там у вас, чем у вас там закончился? Чем у вас там закончился 2020-й, да? 20-й. Ну, вот еще не знаем. 2020-й, давай-ка, пока что продолжается, а потом поговорим. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сережа. Вы правильно сказали, 500081 год. Мне прислали поздравления и молокоса. И прислали мне это крало, и там написано 5781 год, так, чтобы не ошиблись. Шана Тавар Митука. Да. У меня вопрос к вам сразу же. Дело в том, что бар выступил вчера и говорил про выборы в неделю сибири, что ли, в июле месяце. 1600 каких-то бюллетеней, я не понял. Это фейковский или не фейковский? Я не понял, что они говорили. Может, вы в курсе делали? Окс, спасибо большое за ваш звонок еще раз, Шана Тава. Я, честно говоря, не смотрел, у меня не было возможности посмотреть, у меня там в дому ремонт идет. Ты знаешь, по поводу фейк-не-фейк, я тебе скажу, я вчера был у отца, и вот я держал в руках не бюллетень, а вот это вот письмо. Письмо с приглашением заполнить. Да, заполнить. И тут же письмо на имя человека, у которого он купил эту квартиру когда-то, этот кондоминию. То есть, что мне мешает завтра, да, сегодня заполнить, а завтра отправить этот бэллот. Нет, ну, уже факты, так сказать, куча бюллетеней не приняты, там где-то, я помню, в Нью-Йорке в одном из округов на праймарис там победил с преимуществом не то три, не то семь тысяч голосов, а в два раза больше бюллетеней были признаны недействительными. Ну, в общем, сотни тысяч бюллетеней теряются, не доходят, по дороге теряются. В общем, это афера демократов, очевидно, то есть, традиционные методы фальсификации их уже не устраивают, они понимают, что они эти выборы проиграли, поэтому они будут использовать любые варианты, и в этом нет сомнений. И один, кстати, из демократов, из активистов на условиях анонимности рассказал о том, как они будут это делать, что создаются целые группы. Причем это неразбериха, всегда была, есть и будет, как мы знаем, но представляете, если была неразбериха, когда люди ходили голосовать, а что будет сейчас? Дай бог, чтобы они успели подсчитать. Я не думаю, что мы 3-го числа или 4-го узнаем, кто победил. Я думаю, что как-то этот срок будет перенесен, да, отодвинут, пока не посчитают все эти балансы. Есть закон, который ограничивает сроки. Сроки. Да, значит, добрый день. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, знаете, где-то месяц тому назад на CNN выступление Давида Аксельрода, который сказал, что во всех штатах, где проводилось голосование по почте, побеждали демократы. Поэтому после этого вообще уже обсуждать, по-моему, ничего не стоит. Да, есть закон, который ограничивает сроки пересчета голосов, и они должны подать, если у них они не подают за, так сказать, запротоколированные, за подписанные протоколы, секретарь Остей, то тогда там начинается Конгресс, принимает решение делегации от разных штатов по одному человеку, по-моему, но в зависимости от того, кого больше в делегации республиканцев и демократов, соответственно, и представитель будет либо республиканец, либо демократ. Если Конгресс не может принять этого решения, тогда это дело передается в Верховный суд. И тут у нас тоже большие сомнения, поскольку Джан Робертс, председатель Верховного суда, последнее время, да не последнее время вообще, начиная с 2010 года, когда он таким изуверским образом легитимизировал Обама Керр. А он назвал это не законом о здравоохранении, а налогом, не штрафом за непокуп, за то, что ты не купил страховку, а налогом. Ну, в общем, от него можно ожидать все, что угодно, тем более, что даже какая-то часть бывших республиканцев, которая сладко жила и вкусно ела, не прилагая никаких усилий для того, чтобы что-то изменить в лучшую сторону, с приходом Трампа в Белый дом, лавочку их прикрыли, и они теперь вступили в ряды врагов Трампа и врагов Америки. Добрый день. Добрый день. Извините, пожалуйста, но я совсем запуталась. У меня вот какой вопрос. Я получила карточку насчет голосования по почте, чтобы оплавиться на бюллетень. Я решила, что я буду голосовать, я пойду на избирательный участок, и мне не надо оплаиваться на этот бюллетень. Теперь я получила второе письмо от Джейси Вайт. Какие все остальные? Так что мне делать? Надо требовать этот бюллетень или пошел он? Давайте еще раз. Мы вам говорили раньше не один раз. Сначала вы получили приглашение заполнить так называемый аппликейшн на то, чтобы вам прислали бюллетень. Если вы хотите голосовать по почте, вы должны заполнить вот этот аппликейшн и отправить его. Вам придет бюллетень, вам придет бюллет уже непосредственно, и вы этот бюллет заполните и отправите по почте. Не хочу. Если вы не хотите, вам ничего не надо было делать. Вчера пришло письмо не только вам, но и всем. Это как бы напоминание о том, что вы еще не отправили этот аппликейшн. Да, я поняла, но я и не собираюсь его отправлять. Если вы пойдете голосовать, вам ничего не надо делать. Умница. Все, что вам нужно сделать, это прийти и проголосовать на избирательный участок. Так я и собираюсь, но вот эти вот письма непонятные. Все в мусор. И правильно, и я рад, что вы так поступаете. Я хотел бы, чтобы все так поступили. И раннее голосование, я напомню, должно начаться 19 октября. Лучше всего пойти и проголосовать вот в этот период. Потому что потом, может быть, будет много народу, будет очередь и так далее. Лучше пойти заранее и проголосовать. Где будут открыты избирательные участки, мы постараемся вас проинформировать. Вот я это хотела спросить. Вы можете сами позвонить в свой тауншип и узнать, где будет... Раннее голосование. Где участок, кроме того, на веб-сайте. Да, если вы зайдете на веб-сайт фонда Immigration Education Fund, это aiifund.com, там есть раздел выборы. Кликните на кнопку, он откроет вам сайт, на котором есть вся информация. Потом проверить, зарегистрированы вы или нет. Если нет, то вы можете зарегистрироваться. И, в общем, пожалуйста, aiifund.org. Орг, на самом деле, орг вместо кам, орг, ну орг, кам, наверное, тоже сработает, потому что там... Да, там вам немножко нужно будет спуститься, скроллдаун. С левой стороны увидите election. Там как бы кнопочка такая, вот нажмите, и она выведет там линк, к ней привязан, у вас выведет туда, куда нужно. Если какие-то вопросы... Много лет голосую, спасибо вам большое, будьте здоровы. Спасибо вам. И вам с вами уже. И счастливого Нового года, даже к тем, кому это не очень относится, но все равно Новый год лучше два новых года, чем один. Если вы имеете в виду Сережу, к нему это относится гораздо больше, чем к некоторым нам. Спасибо. Так что поверьте мне. Больше кем кому-нибудь еще. Спасибо большое. Будьте здоровы. И спасибо вам за вашу радиостанцию, за ваши передачи. Спасибо большое. Будьте здоровы. Всего доброго. Добрый день. Вы в эфире. Пожалуйста, в эфире. Алло. Добрый день. Скажите, все-таки, как будет организовано голосование? Будут урны Трамп и Байден, и как это вообще будет организовано? Я тоже иду голосовать. Не должна быть Трамп и Байден. Просто будет урна, и вы в нее заходите. Не урна, а вот эта кабинка. Кабинка. Вы заходите, вы там крестики или птички ставите напротив того, на каждом участке, там может быть по-разному. У кого-то электронные, у кого-то бумажные. Но я имею в виду, что вы как бы... Единственное, там, где электронные вот эти машины стоят, я бы хотел, чтобы вы проверили потом ресит. После того, как вам распечатка выйдет, проверьте правильность. Потому что, кроме того, что они мухлюют с этим, с тем, с третьим, с десятом, они еще и машины настраивают таким образом, что ваш голос, скажем, вы проголосовали там за Трампа, а вдруг он выскочил у Байдена. Они иногда калибрейшн делают таким образом, чтобы ваши голоса ушли не в ту корзину. Да, проверьте. Так было бы неплохо, если слева Трамп, допустим, справа Трамп, слева Байден. Вот пусть... Я представляю так, захожу в зал Трамп и Байден, две урны. Стоят два мордоворота, карагулят один, и потом наполнилась урна, ее опечатывают и везут туда, куда-нибудь секретное место, чтобы подсчитать нормально. Ну, короче говоря, в общем, будут урны все равно, да? Да, будут урны. И такой-то урны будет общий, туда будет лететь и для Байдена, и Трампа. Да, да, потом комиссия будет считать голоса, составлять протокол и подписывать его. Ну, понятно, да, там... Спасибо. Спасибо. Да. С Новым годом. Еще раз всех, с Новым годом. Так, ну что, о чем говорим? Мы хотели... Я хотел рассказать немножко про вот эту вот врача-китаянку, которая... Да. Прежде чем ты поговоришь о врачах-китаянках, можно я воспользуюсь? Воспользуюсь. Нет. Воспользуюсь правом... Да. Да. Служебным положением. Мы говорим о том, что члены нашей общины вносят свой вклад в вот в эти выборы. Значит, мы заказали сайн, я уже говорил об этом, но, к сожалению, никто не откликнулся. Причем мы заказали, заплатили деньги. Вы знаете, если вы посмотрите в розницу, сколько каждый сайн стоит, он стоит от 15 до 20 долларов, если вы хотите приобрести ярд-сайн, чтобы поставить его у себя, так сказать, на бэк-ярде или где-то там, апфронт. Так вот, мы заказали эти сайны, и я несколько раз уже в эфире говорил о том, что если вам нужен такой сайн, придите, мы вам дадим. Ни одна душа не пришла. Боится народ. Ни одна душа не пришла. Кроме того, нам нужны волонтеры, потому что сайны приходят, мы сейчас нам планируем заказать довольно много сайнов, чтобы провести такую акцию единовременную, потому что те сайны, несколько десятков сайнов, которые мы растаяли, а на обратном пути мы ехали, и треть уже были, так сказать, уничтожены, а через день уже ни одного не осталось. В том-то же и дело, их снимают, а кроме того, может, действительно, люди боятся ставить возле своих домов, потому что яйцами забрасывают. Значит, идея возникла у нас такая, мы проведем такую единовременную акцию поближе к выборам, мы закажем несколько сот таких сайнов, и в разных городах в один день поставим их часто, часто, часто. И день под выходные, чтобы они в субботу и воскресенье простояли, чтобы там местные власти... Делать это надо ночью, абсолютно. Народ проснется, и вуаля. Вот, и поэтому нам потребуются волонтеры, потому что собрать сайны, ну, вот эта сама ножка металлическая, на которую они приходят отдельно от сайнов. И я тут вот убил несколько часов, собирая те сайны, которые мы получили, а мы намерены заказать еще несколько сот. Вот, поэтому нам нужны будут волонтеры, если у кого-то есть желание внести свой маленький вклад, если вы не можете финансово поддержать эту акцию, то хотя бы своим временем. И мы создадим такие бригады, которые... Это нужно единовременно сделать, и это ни один человек не может сделать, 10 человек не могут сделать. Это нужно несколько... Мы разработаем маршруты, разработаем места, где это нужно установить, и нам нужно будет, чтобы бригада, ну, из двух-трех человек в машине, потому что, ну, кто это делал, тот знает. Одному ехать на машине, останавливаться где-то на перекрестке и ходить по всем углам, расставлять сайны, это не очень здорово. Надо, знаешь, надо нанять машину, которая вот, знаешь, когда раскатывают белые линии на дороге, знаешь, как сидит один на стульчике и вот выставляет вот эти комнаты. Так что, друзья мои, если вы хотите внести свой вклад, если вы хотите материально поддержать эту акцию, пожалуйста, вот на этот веб-сайт AI-Fund, Fund пишется через букву U для тех, кто, может, забыл, .org, там есть кнопка Donation, вы можете сделать свой вклад в это мероприятие. Ну, а если кто не может позволить себе сделать Donation небольшой, можете поучаствовать, так сказать, собственными силами, свяжитесь с нами, мы обговорим, договоримся, когда встретимся и обсудим, как мы будем действовать. Ну, и нужна помощь для того, чтобы собрать эти сайны, если несколько соцсайнов, это большая, довольно большая работа. Так что, пожалуйста. Ну, а и по-прежнему у нас есть эти сайны, если вы хотите поставить у себя где-то этот сайн, то вы можете прийти и бесплатно получить и поставить у себя. Это вот то, что я хотел сказать. Интересно, с каким лицом этот почтальон вообще смотрит на вот это вот, в Old Republic, да? Вот зашла в почтальон. Кстати, ну, она не поставит, почтальон же зашла, сейчас нам занесла, у нас тут стоит сайн. В Old Republic, и вот прямо там она положила вот этот вот пакетчик. Вот Republic, they may not be perfect, but the other side is insane. И она так быстро выскочила. Кстати, парень, афроамериканец, который постоянно у нас работает, очень славный парень. И он всегда доброжелательный, несмотря на эти сайны, он их видит, он это, и он всегда очень доброжелательно относится. То есть, когда мы говорим о том, что черный-черный, нет, это просто среди черных есть, так же, как и среди белых. Сережа. Послушай, среди белых есть Элзи Бицкеры, есть Леньки Могилевские и подобные, которые поддерживают вот это марксистское движение, террористическое, по сути дела, Black Lives Matter. У нас есть звонок? Давайте. Нет, Занка, говори. Ты хотел... Ты говоришь, есть хорошие черные, да? Как говоришь, когда ты еврей, но хороший человек. Нет, все хорошие, за некоторым исключением. Я пришел в Best Buy, я сдавал духовку, которую один день просрочил. И вот там франт-деск, вот эта девочка, она не хотела принимать, позвала там супервайзера, хочу, говорю, позови менеджера. Пришел менеджер чернокожий, афроамериканец, где-то лет 38, посмотрел, посмотрел, выслушал то, что ему объяснил, говорит, I'll take care of you, don't worry. Все сделал, протянул мне руку, знаешь, кулак, кулак в кулак, fist to fist, там, если бы могли бы обнялись, ну, коронавирус, и все, пожалуйста, так что все эти... Послушай, ты смотрел выступление пастора Даррел Скатт, по-моему, во вторник. Значит, он сказал, что Трамп сделал для черного сообщества больше, чем любой другой президент. Говорит, во время президентской кампании 2016 года все кандидаты рассказывали, как они будут улучшать жизнь чернокожего общества, которые находились в плачевном состоянии. Трамп сказал, послушайте, вы 8 лет жили с президентом-демократом, и если все так плохо, то хуже ничего уже не будет. Что вы теряете? Я помню, как он это говорил. Водюгра Луз, что вы теряете? И вот он, слушай, он представил список достижений Трампа. Причем он сказал, что он превзошел все ожидания, он удивил всех критиков, шагнул вперед, выполняя обещания одно за другим. Но мы знаем, что уровень безработицы упал до рекорда низкого среди афроамериканцев за последние 50 лет. Да вообще такого не было. Потом вспомни, он подписал указ в 2017, чтобы вкладывать деньги, инвестировать в инфраструктуру именно в эти районы, где преобладает чернокожее население. Значит, он выступил с инициативой сделать дом, где прошло действие Мартира Лютера Кинга-младшего. Почему-то Обама, он этого не сделал, это сделал белый президент. Также заявил, что живет в центральных районах городов, симпатизирует президенту Трампу. По его мнению, демократы подстрекают тех, кто участвовал в жестоких беспорядках по всей Америке после смерти Джорджа Флойда. То есть вот, пожалуйста, чернокожий, между прочим, вчера тоже выступал, не выступал, а когда Трамп был в Вискансене, то корреспондент Лоуренс Джонс, по-моему, чернокожий, вот этот мальчишка, ну такой симпатичный. Контрибьютор. Контрибьютор, да, он всегда ведет вот репортажи. Кстати, вот по поводу вот этих грелл, которые проводит Трамп, каждый раз, вот вчера было показано, самолет подъезжает так красиво, толпа встречает, и в то же время показывает кадры, Байден спускается по трапу, ни души никого, одни поля, и он поднимает руку и так приветствует, кого не понять, никого нету. И как Хеннити говорит, hello fields, но это просто смешно. Кстати, когда вот Хеннити, он копирует Байдена, когда тот стоит у микрофона и машет головой, это просто, ну так смешно, он очень здорово у него. Олег, вот мне тут уже делают замечания в Фейсбуке, ну что же там, на счет врача, на счет врача обещаю, вот как только мы сейчас прослушаем рекламу. Ну давайте, хорошо. Как только закончится реклама, и у тебя будет монолог о враче. Ну давайте, хорошо. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Ну и я обещал Олегу, что он расскажет о враче. Напомню, что в самом популярном шоу на телевидении Такара Карлсона была врач-вирусолог из Китая, которая убежала из Китая, которая знает всю подноготную. Вот об этом Олег хотел рассказать. Кстати, самое популярное было признато шоу Хеннити. И вот вчера Такер, когда передавал слово Хеннити, он говорит, вот я, вот самое лучшее мое шоу, теперь передаю тебе слово. Они посмеялись. Вообще, это, наверное, самый хороший момент, когда они друг другу передают микрофон, вот эти пару шуток, хотя бы вот какое-то хоть положительное. Знаешь, а сначала между ними было какое-то напряжение, вот в самый первый, в самом начале, когда Карлсон пришел, и когда вот чувствовалось напряжение. Хеннити с Лорой Ингрэм очень так все время обмениваются репликами при передаче, при переходе. А с Карлсоном у них немножко у Хеннити было, вот чувствовалось какое-то напряжение такое. А сейчас нормально, я помню. Я не помню, но ты знаешь, между прочим, разница между Хеннити и Такером. Такер, он очень серьезный. Он копает настолько глубоко, что когда заканчивается его передача, и ты ее отслушал вот честно целый час, такое впечатление, что ты отработал там, ну, как минимум полсмены. Потому что настолько все серьезно. Хеннити, он немножко так более раскован в этом плане, у него более какого-то позитива, немножко юмора. Ну, а Лора Ингрэм, это вообще прелесть, когда она делает свои мины, знаешь, на лице и обращается там к Пелосе или к кому-то другому. Говорит, really? Серьезно? Да, ну так по поводу врача, которая была у Такера в среду. Ее зовут Ли Мэйн Янь. И когда она начала выступать и продолжала свою речь, я, честно говоря, подумал, не поставное ли это лицо, насколько вообще это, какой человек смелый, чтобы вот так вот говорить во всеуслышание, не боится, что ее завтра там убьют. Знаешь, как говорят, что у мафии руки длинные, но коммунистическая партия Китая, я думаю, там руки, наверное, не короче. Вот, ну, тем не менее, значит, она сказала, что правительство Китая намеренно изготовило и выпустило вирус COVID-19, который привел к массовым отключениям, к массовым клоузаутам, ну, закрытию экономик и смертям во всем мире. Как я уже сказал, ее зовут Ли Мэйн Ян, она информатор Fox News и ведущий вирусолог. Это она сказала, не помню, вторник или среда, сказала, что будет еще больше доказательств. Но указала на ее собственное мнение, поскольку она тоже умный, грамотный, интеллигентный человек и хороший специалист в своей области, в области справочных лабораторий Всемирной организации здравоохранения. И поэтому можно доверять ее утверждениям. Она работает в справочной лаборатории Всемирной организации здравоохранения, которая является ведущей по борьбе с коронавирусом в мире. И дело в том, что она, глубоко погружаясь вот в расследование, тайно, с самого начала вот этой вспышки, она видела, что этот вирус был создан искусственно. Причем она работает с ведущими вирусологами мира, не только одна. И вот благодаря своему опыту она сказала, что она может четко сказать, что вирус распространили по всему миру, чтобы нанести ущерб. Ну, комментарии ее противоречили, конечно же, мнению Фаучи, доктора Фаучи, Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, и советника Белого дома, который очень часто выступал, и который консультирует нашего президента. Президент, естественно, говорит то, что ему говорит Фаучи, его команда, и почему-то ошибочно все обвиняют президента. Вот в том, что он сказал, то маски носить, то не носить, но он-то не от себя это придумывает. Он же это преподносит нам, базируясь на том, что ему говорят. И вот он говорит, что если вы посмотрите на эволюцию вируса у летучих мышей, то вот это и есть сейчас очень сильно, это и есть то, к чему очень сильно склоняются ученые. То есть, вот еще в мае месяце он еще допускал, что этот вирус все-таки от летучих мышей. Ну, естественно, что другие ученые подвергли сомнению эту идею. Я имею в виду идею не того, что от летучих мышей, а идею того, что вирус был создан как биологическое оружие и выпущен искусственно из лаборатории. А Фактс Ньюз ранее сообщала, что Янь еще в июле, когда она говорила о предполагаемых попытках Китая скрыть информацию о своем обращении, значит, попыталась собрать больше информации о вирусе, поскольку Китай не позволял зарубежным экспертам, если ты помнишь, Сережа, проводить исследования, они не закрыли страну и сказали, что никому они больше не позволят влазить в этот вопрос. А ее разоблачение вызвали постоянные жалобы на то, что китайское правительство не сообщило миру на раннем этапе об угрозе вируса. И в частности она считает, что китайское правительство проигнорировано исследования, которые могли бы спасти жизни. И действительно, если подумать, сколько людей заболело, сколько людей умерло, и сколько людей могли бы спасти. Ну, и в ответ ее бывший работодатель, университет Гонконга, раскритиковал ее. Рассказ в прессе-релизе отмечалось, что содержание указанного новостного сообщения не соответствует ключевым фактам в нашем понимании. И Ян сказала, что она была одной из первых ученых, изучавших новый коронавирус, и она бежала из Китая. В настоящее время опасается возмездия. Вот то, что мне сразу пришло в голову в первые моменты, как она не боится. И, наверное, там ее как-то охраняют. Наверное, к ней приставлены охранники. Я не представляю вообще, вот насколько человек должен быть смелым каким. Тут люди сайн боятся поставить возле дома. Понимаешь? А человек во всеуслышивание заявляет, вот такой и обвиняет китайское правительство и Коммунистическую партию. Ну, естественно, что жалобы по всему, по всем медийным каналам на нее. Если послушать CNN, я вот, кстати, слушал тоже позавчера, насчет ее они высказывались, то, конечно же, обвиняют во лжи, как и всех других. Да, они же специалисты всем медики. Вообще интересно, я вот сегодня слушал Майк Галагер, и звонили радиослушатели, и позвонил один по имени Марк, ну, какой-нибудь друг, Лазебецкер, наверное, и говорит, что Трамп не сделал ничего, чтобы как-то побороть эту эпидемию. Ничего не сделал, абсолютно ничего. И, ну, то есть, ведь, посмотри, если включишь CNN, послушаешь Байдена, послушаешь Элудзебецкер, послушаешь этих всех страдающих маразмом, они действительно говорят о том, ну, Байден вообще заявляет, что если бы Трамп с самого начала что-то сделал, то никто бы не умер. То есть вот никто, вот просто никто бы не умер. Вообще, вот если бы Трамп сделал правильно, то никто бы не умер. Включая шесть с половиной тысяч военных. Да, да, да. На самом деле их семь всего лишь. Когда Трамп запретил полеты из Китая, его назвали в Твиттере, назвал его расистом, не только Байдена, все остальные. Зинофобом и так далее. То есть, а в марте месяце, Трамп в конце января запретил полеты из Китая, а в марте месяце Байден проводил свои ралли. Ну, не такие многочисленные, как у Трампа, но все равно человек 20, 25, 40 собирался. Вспомни, как в феврале и в марте, и Куома, и Деблазио, и остальные политики, как они выступали и говорили, нам ничего не... И тот же Фаучи, доктор Фаучи, не один раз говорил, что нам ничего не грозит. Абсолютно. Все будет хорошо. А ключевой токенпоинт, Трамп не прислушивается, игнорирует мнение ученых. Мнение ученых. Подождите, самый главный ученый, Трамп повторяет за самым главным ученым, на которого вы молитесь, когда он говорит о том, что надо все закрыть, перекрыть, а когда он говорит о том, что нет никаких причин для того, чтобы не голосовать персонально, вы начинаете его грязью поливать. А потом он говорит, носить маски, не носить маски. Носить маски. Кстати, CDC, последние новости, они сказали, что маски неэффективны. Неэффективны. В общем... Кстати, по поводу, значит, врачей, я уже начал на эту тему говорить. Дактор Скотт Атлас, он специальный советник президента, и он senior fellow в Стэнфорде. Значит, он был на Fox News, и включили такой маленький видеоролик, как выступал CEO компании Moderna. Значит, вакцина в разработке, причем она не просто в разработке, она уже будет готова в лучшем случае в октябре, в худшем случае в конце декабря. И при том, об этом тоже не говорят, никто не знает, что в производстве уже 100 миллионов вакцин. То есть, как только это будет одобрено FDA в течение 24 часов, эта вакцина будет в наличии. Кроме того, тоже об этом не говорят, Трамп уже давно подписал соглашение с фабриками, с заводами по выпуску... Шприцов и всего остального оборудования, и вентиляторы, и маски, и перчатки. И всего необходимого для того, чтобы не было нехватки вот этих вакцин и всех остальных принадлежностей для этого. И об этом не говорят. Почему не говорят? Ну, почему? Даже тот же Факс Ньюс почему-то не настолько освещает это. Я не понимаю, почему. Хотя понимаю. Факс Ньюс, ты же понимаешь, ты же вот только три часа можно слушать. Эту историю, когда Ньют Гингридж... Его оборвали, закрыли рот. Когда он сказал, что Сорос финансирует это, а зачем в этот диалог? Не надо, да. И, короче, тему закрыли. Шумер, Пелоси, и вся эта шобла проводила пресс-конференцию, опять проталкивая свой патриотект, который там 3 триллиона долларов куда... Ну, главное, дать раздать Притцкерам, Куома, вот этим шалопаем, которые тратят деньги непонятно куда, огромное количество. И повышают налоги неимоверно. Ты сейчас расскажешь потом про то, что происходило в этом городе, где... В Нэшвилл. В Нэшвилл, в Теннесси, да. Тратят деньги. В общем, Пелоси настаивает на этом. И поэтому все люди, которые сейчас страдают, не могут получить вот эти дополнительные деньги или чеки, чтобы как-то поддержать людей, которые лишились работы. Причем Трамп, он настаивает на увеличении этой помощи. И, кстати, мы буквально в течение недели узнаем о том, подписали этот... Так вот, указали нет. Так вот, Шумер, Трамп сказал, что если не считать людей, погибших в Голубых Штатах, то ситуации вроде и нет. То есть как это можно не считать людей? То есть смысл сказанного Трампом во время выступления заключался в том, что по вине губернаторов, таких как Куома, таких как в Мичигане, это Гретхен, Калифорния, которые отправляли инфицированных людей в Нерсингхомы, и тысячи и тысячи умерли, если бы не эти трагические смерти спровоцированные то ли специально, то ли по недоумию типичному демократическому, то количество умерших было бы значительно-значительно меньше. Это имел в виду Трамп. И тут шумер ручками. Маш, Маш, это так вот, вот так вот, прям вот такой весь. Трамп, как он может не считать, как он может не считать людей в Голубых Штатах, потому что сволочи ваши в Голубых Штатах убивают людей. Не Трамп убивает людей. Не было такого гайденс федерального, где бы говорилось, что больных нужно отправлять в Нерсингхоме. Куома, подонок, своими руками подписал исполнительный указ в своем штате, где запрещал отказывать в приеме больных ковидом в Нерсингхоме. То есть людей из Нерсингхома забирали в скорой помощи, привозили в госпиталь, диагностировали, брали анализ, ставили диагноз ковид и отвозили назад в Нерсингхомы, где тысячи и тысячи людей умерли по его прямому распоряжению, так же, как в Мичигане. И при этом он герой, из него сделали, слепили такого героя. Посмотрите, какой я молодец. Совести нет, стыда нет. Теперь опубликовали уже данные о том, насколько увеличилось количество смертей из-за депрессий, самоубийств на почве депрессий. И это все повлекло вот этот локдаун. Ну, хорошо, ладно, подожди, значит, смотри. Ну, молодые люди сидели дома, они могут там телевизоры включить, все там, не знаю, Ютубы эти все, телефоны. Пожилые люди в Нерсингхом запретили визиты детей, родственников, супругов. Человек один в этой комнате, там же можно действительно сойти с ума. И, значит, количество самоубийств возросло на 12%. А на 20% увеличилось количество смертей на почве вот этих депрессий, алсаймерс и прочего прочего. То есть то, о чем говорили вот еще в апреле, в мае, предупреждали, что это будет, увеличение будет. А народ говорил, да, перестать и говорить глупости. А я всегда говорил, что нет такой подлости и такого преступления, на которое демократы не пойдут ради власти. Они готовы уничтожить тысячи, сотни тысяч людей, лишь бы добиться своего. Какой самый лучший способ? Поэтому экономику убили. Вот тебе Нэшвилл, яркий тому пример. Закрыты все рестораны, все бизнесы. Какой самый лучший способ управлять толпой? Держать ее в страхе. Вот это они и делают. Народ запуган, напуган. И это не сказки, даже забудьте про вот эти газеты, журналы, телевизионные каналы. Почитайте вот то, что происходит на Фейсбук в наших группах. В группе Баффало Гро, в группе Либертвиль, Вернон Хиллс. Попробуйте только поставить там какой-то пост, где вы раскритикуете вот это ношение масок и скажете, что они неэффективны. Вас заклюют, вас будут обзывать последними словами, вам вспомнят все, что вы и расист, а, так вы еще и из России приехали, так вы еще и агент Путина. Вам договорят кучу гадостей, таких, от которых волосы дыбом станут. Ты думаешь, нормально? Времени остается мало. Нэшвилл, скандал в Нэшвилле, который подтверждает правоту моих слов о том, что эти сволочи делают все для того, чтобы убить экономику. Это самый главный козырь в избирательной кампании Трампа. Вчера Такер сказал, что, он в четверг, да, вчера четверг назвал, предполагаемое сокрытие в мэрии Нэшвилла, Нэшвилла того, сколько случаев коронавируса связано с барами и ресторанами, а также другие предполагаемые случаи запутывания политических данных. На этой неделе канал Телефакс, телеканал Факс-17 в Нэшвилле сообщил об электронных письмах между офисом мэра-демократа, Джона Купера и городским департаментом здравоохранения, в которых обсуждается тот факт, что лишь очень небольшое количество случаев было обнаружено в барах и ресторанах города в июне. Сколько? 22. В то время, как в нерсинг-хоумах это было тысячи. И такие цифры могут стать отличной новостью для города Нэшвилл. И бары, несмотря на то, что бары и рестораны уже закрыты много месяцев, и страдают от этих жестоких ограничений всех, но сотрудник департамента здравоохранения, он проверил цифры вот эти, и в электронном письме говорилось, это же не будет опубликовано публично, верно? Это же просто информация для мэрии. Да, конечно. И, естественно, информация не была опубликована. А ты знаешь вообще, какой процент заболевания и возможность заболевания молодых людей от возраста ниже 24 лет? Практически равен нулю. Но школы, тем не менее, закрыты. Я тебе больше скажу. Эти дети болеют, они даже не знают, что болеют у наших друзей, близких. Девочка была диагностирована коронавирусом только потому, что их два раза в неделю сканируют, делают тесты. Она даже не знала никаких симптомов. Дети вообще не замечают этого всего. Это все лишь подтверждает правоту моих слов с самого начала. Что все, что делается, это делается с одной единственной целью. Профсоюз, учительский профсоюз, очень мощная лоббистская организация, которая вливает сотни миллионов долларов в избирательную кампанию демократической партии. Поэтому чем хуже, тем лучше. Чем хуже, тем лучше. Поэтому профсоюз учителей запретил открывать школы. И школы не открываются. Хотя у меня, кстати, знакомые. О, теперь у меня появились знакомые, которые тоже болеют коронавирусом. А если, кстати, а если школы открываются, если ты видел в Калифорнии фотографии там, школа готова к приему студентов. И большие, огромные плакаты в классе. Black Lives Matter, флаг LGBT. Ну вот вчера, например, Сэра Сэндерс, которая была пресс-секретарем Белого дома, вообще я тоже ее очень любил, как она выступала, как она говорила. И она говорит, что это просто здорово, что президент постоянно напоминает любить страну. И этому же надо учить в школах. Надо постоянно детям говорить, что Америка это страна возможностей и процветания. Но, тем не менее, в школах почему-то начали, хотят начать учить совершенно другим предметам, хотят изменить историю. Давай теперь я по этому поводу быстренько, сколько времени позволит. Трамп выступил вчера. Да. А патриотическое воспитание по-американски. Трамп объявил о создании федеральной комиссии 1776, то есть 1776 год, которая должна бороться с ревизией американской истории. комиссия будет создавать методики патриотического изучения истории, готовясь к 250-летнему юбилею образования США в 2026 году. Это стало ответом на появление либерального проекта 1619. 1619 это год привоза первого чернокожего раба из Африки на территорию Соединенных Штатов Америки. Проект 1619 призывает считать историю США не с даты основания страны в 1776 году, а именно с 1916 года для понимания нынешних расовых противоречий в американском обществе. Его ключевой тезис США в принципе возникли из-за расизма. К тому моменту институт рабства постепенно отменялся на территории Британской империи, но богатые плантаторы из Северной Америки не хотели отказываться от рабства, поэтому они и начали революцию против Георга Третьего. Историки проекта 1619 делают вывод о том, что США были основаны на принципах расизма, нетерпимости и угнетения меньшинств, будь то афроамериканцы, индейцы или азиаты. Поэтому гордиться американским прошлым нельзя, его можно только стыдиться. Ему теперь противостоит проект 1776, который наоборот считает основой истории США принципы свободы и равенства. Этот проект предлагает делать упор на изучение тех исторических фигур, бизнесменов и ученых, кто смог добиться значительного успеха в Америке. Контролирующий прошлое контролирует и будущее. Очевидно, что в условиях нынешней поляризации американского общества никакого единого взгляда на свою историю просто не может сформироваться. Поэтому баталии вокруг ее будут происходить. мы сейчас должны сделать небольшую остановку, после чего вернемся и обязательно продолжим. Никуда не уходите. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить на ближайшие часы программу. Во-первых, через 20 минут примерно в нашем эфире доктор Лев Кипнис и у него будет гость из Москвы. Очень интересно. Никуда не переключайтесь. Слушайте внимательно. О вещах важных будут говорить. в два часа по чикагскому времени в эфире Александр Непомнящий в программе «Открытый диалог». В три часа Леон Майнштейн в программе «Голос здравого смысла». Так что никуда не переключайтесь. Ну, а пока вот Миннеаполис. Но это, наверное, происходит не только в Миннеаполисе. Вы помните, там особо прогрессивные... И в Орегоне, и в Вашингтоне все то же самое. Особо прогрессивные руководители города, городской совет. Там столько фриков в этом совете есть. Это ужас. Я фотографии смотрел. Так вот, вы помните, они приняли решение дефинансировать полицию. То есть они вообще приняли решение полностью ее разогнать, но мэр там сказал, что нет, я как бы помнишь, на митинге. Дефант, но они говорят так, дефант, это не забрать деньги, это их перенаправить в правильное русло. То есть всех разогнать и якобы донять даже новых. Нет, не новых, а сошел-воркеров. Да, сошел-воркеров. Кстати, у нас сегодня, я слушал, ехал пока в машине утром в Чикаго, кто-то из городского совета, кто-то из олдерменов с этой же идеей забрать деньги у полиции и... Активистов. И нанять больше сошел-воркеров. Вот там, на саус-сайт сошел-воркеров, вот там, где стреляют, вот они будут уговаривать гангстеров, не стреляйте в белых лебедей. То есть, но это похоже не случайно, это не глупость, а есть подозрение, что это не глупость. А это проплощено все? Есть подозрение, что это подготовка к выборам. И проплощено и организованно. Когда выйдут на улице эти банды, которых поддерживает Эллочка Дзебицкер, особо одаренная, волшебная женщина, волшебная женщина, которые думают, что их это обойдет стороной. Когда эти банды выйдут на улицу, и не исключено, что они выйдут на улицу с оружием, и единственный, кто может хоть как-то прикрыть вашу задницу, Эллочка, это полицейские. Так вот, это мероприятие, это движение направлено именно с этой целью, чтобы дать возможность. Ну, так как в Германии, помнишь, когда нацисты пришли к власти, они первым делом, так сказать, ликвидировали полицию с тем, чтобы чернорубашечники могли творить, творить или коричневые рубашечники могли творить все, что хотят. То же самое делают наши дорогие либеральные демократы. Уничтожить или разогнать полицию и позволить бандам творить в городах все, что они хотят. Позавчера грабанули наш Дейман Маркус, между прочим. Так что, так что это не случайно, не по глупости, а это такая акция, похоже, направленная, имеет своей целью, ну, поскольку они уже приняли решение, что они результаты выборов не принимают, им нужно поднять толпу, нужно устроить хаос, нужно устроить... Но при этом я хочу успокоить. Серега сказал, как только пройдут выборы, и если начнется какое-то насилие, мы, говорит, моментом решим эту проблему. В прошлый, позапрошлый четверг он это сказал, он сказал, что у меня есть четкий план, причем не просто у меня есть план, он именно его озвучил, он сказал, в каком случае он это сделает, и что вот этот закон о том, что он не имеет права, что он не имеет права вводить войска без просьбы губернатора, он сказал, что это будет сделано под эгид, не эгидой, а будет расценивать как national emergency. И, в принципе, оно так и есть. Ты знаешь, какой ущерб нанесли вот эти вот разгарные магазины? Мирные. Потому что Элочка Забицкер говорит, что это мирные демонстрации. Мирные демонстрации. Два миллиарда долларов. Два миллиарда долларов. Мирные демонстрации нанесли ущерб хозяйственный. Два миллиарда долларов. Но при этом, Аллочка говорит, ну что вы, что вы, магазины же застрахованы. Вот мне бы хотелось посмотреть на ваш дом после такого посещения. Я тебе скажу, Сережа, насколько застрахованы. Значит, ну, Блуминг Дейлс в Даунтауне пришли афроамериканцы сдавать товары назад. Рассказы, это очевидцы. Я знаю. И эта девочка, она говорит, я не могу вас принять. А позвали супервайзера, менеджер, она сказала так, принять без слов, причем отдать кеш. То есть магазин понес двойной ущерб. Кроме того, что у них забрали товар, они еще и деньги за него отдали. Так вот, в Миннеаполисе за время погромов число насильственных преступлений в Миннеаполисе выросло на 55%. Эпицентр американских беспорядков больше месяца находился в осаде бойцов Антифа. Они сожгли тамошний полицейский участок и разгромили большинство зданий в центре города. Совет депутатов Миннеаполиса еще в июне проголосовал за упразднение полиции. Большинство мест там занимают члены рабочей крестьянской демократии демпартии Миннеаполиса. Левые троцкисты. Логичным итогом объявленной войны правоохранительным органам стало то, что полиция перестала выезжать на большинство вызовов, избегая очередных обвинений в расизме. А более ста городских полицейских вовсе ушли в отставку. На фоне взлета преступности жители города начали задаваться вопросом а где же полиция? Депутаты вдруг осознали, что избиратели скоро попросят их на выход и стали требовать, чтобы полиция возобновила работу в полном объеме, хотя и с урезанным бюджетом. Вот такие вот... Но это типично для демократов. Понимаешь, они розовые планы себе строят, вливают кучу денег куда-то, а результат ну не получилось. Есть такая поговорка, знаешь, стой там, иди сюда. Вот у них то же самое. И это не только в Миннеаполисе, то же самое было и в штате Орегон, и в Вашингтоне, и повсюду. И знаешь, когда задаешь вопрос людям, а что вы будете делать, если придут грабить ваши дома? Да ну, до нас не дойдет. Не дойдет, так вот вчера на углу, по-моему, Лайкуки, Баффало, Гровроуд или где, стоял парень с флагом. И они начали говорить, вот там стоит кто-то с флагом Антифа, и оказалось, что это флаг анархии, анархиста. То есть, в Баффало Гров стоит человек с флагом и призывает к анархии. Поверьте мне, что если начнутся такие грабежи и беспорядки, в принципе, они уже начались, но если будут продолжаться, то они дойдут и сюда. Более того, они уже дошли до северной части, вот даунтаун, вот даунтаун, не север даунтауна, а аптаун, да. Там наблюдается большая вспышка преступности, грабежей, насилия. Кстати, между прочим, вот говорят, что там у нас работает полторы тысячи федералов, но тем не менее... Они исключительно на юге. Они на юге, Ну, 54 случая стрельбы было на прошлые выходные, опять пять человек погибло, так что не видно никакой вот тенденции к уменьшению вот этого вот уровня преступности. Элочка Забицкер говорит, мы должны поддержать это великое движение, вот это великое движение по грабежу, по убийствам, по насилию, по погромам. Элочка, вы это собираетесь, вы это призываете наших людей поддержать? Ну, не только она призывает, если в школах собирается об этом говорить и учить этому. Так что я, честно говоря, не знаю, куда мы идем, куда мы катимся, насколько будут молчать родители вообще, позволяя школам промывать мозги их детей, позволяя школам учить не математики, физики, химии, истории, географии, а учить БЛМ-движению, учить движению... Рассказать о том, что наше государство основано исключительно на расе и основе, почве. не учить тому, что это страна возможностей больших, а именно вот этим вот... Я даже не знаю, можно ли назвать это предмет. Да какой это предмет, к черту. Давай мы сегодня с тобой одни говорим, говорим, и людям... Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, ребята. Сейчас выключу радио. Сергей, вы только что говорили, обсуждали тему, что иншурент заплатит за демиджи. Во-первых, иншурент все не покрывает, насколько я говорил с иншурентными агентами. А с другой стороны, есть такое понятие, как иншурент фрод. Это федерал край. Окей? Значит, если ты злоумышленно, зная, что иншурент оплатит тебе демидж, и ты допускаешь это, значит, это иншурент фрод, насколько я понимаю. Но лучше, если об этом, ну, поговорить с иншурентными агентами. Окей. Я пользуюсь логикой, но логика не всегда права. Ну, я не уверен, что вот эти все бизнесы, разграбленные и сожженные, они специально допустили этого, причем я, например, лично... Ну, 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 я не... Ребята, я говорю не об этих бизнесах, я говорю о государстве. Об администрации. А, окей. А администрация государства. А, все, понял. Которая говорит, что мы вас разрушим, в смысле, они вас разрушим, а иншурент вам заплатят. Угу. Это иншурент-фрод. Да, я понял. Ну, у этого есть еще одна сторона. Ведь многие бизнесы просто закроются, потому что, ну, кто будет открывать бизнес в том месте, где администрация города, там, не предпринимает ничего для того, чтобы обеспечить безопасность. Администрация города, администрация города сказала, щиты покрасить в белый цвет, потому что щиты, вот просто деревянные, они плохо выглядят. Ага. Представляешь вообще? Значит... Вообще-то, до какого маратства? Вообще, это, это какой-то живой абсурд. Вот это время, в котором мы... Ну, вот я вам скажу, вот когда грабили ювелирные магазины, а вы же знаете, что в ювелирных магазинах весь товар на ночь убирается в сейфе. Но остаются там компьютеры, прилавки. Так вот, вот эти вандалы, по-другому их не назвать, когда они врывались вот в ювелирные магазины, я это знаю не понаслышке, просто громили и крышили вот все, что им попадется от злости, от того, что они не смогли ничего украсть. Да, 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 это... Нет, ну, я не об этом говорю, я говорю о позиции либералов. Ну, я понял, да, это я к слову просто. И другой-другой администрации, в принципе, это... Послушайте. Ну, я одно не могу понять, когда идет такой беспредел, окей? Ладно, мэр на это смотрит, опустив свои реснички, окей? Но вокруг же мэра есть же люди тоже полицейские. Я не понимаю, как они не могут... А мэр дала им указ не применять оружие, просто не применять оружие. Она запретила им вытаскивать это оружие, чтобы оно не было в руке у них, потому что это может обидеть вот этих мирных протестантов. А вот теперь представь, а вот теперь представь, есть статистика, скажем, 130 тысяч гэнгстеров в Чикаго и 11 тысяч полицейских. Вот представь себе, скажем, на каждого гангстера, на толпу гангстеров один полицейский, которому запрещено вынимать оружие. Что он может сделать? Да и кроме того... Он должен сказать, я не ухожу на работу. Они стоят и наблюдают. Я сегодня уже об этом говорил, сотни полицейских уходят, потому что те, у кого есть совесть, которые понимают, что они должны делать, но не могут делать, потому что им отдают такой приказ. они уходят. А в то же время вот этот же мэр окружил свой дом полицейскими, потому что, видишь ли, ей мешают нормально жить вот эти вот протестующие, которые пришли там выразить свой протест возле ее дома. То есть, им нельзя мирно протестовать, а кому-то можно. И когда ей об этом сказали, она сказала, я имею право на безопасность. На безопасность. То есть, она Легкоступова Лори Лайтфуд имеет право на безопасность, а жители города такого права не имеют, потому что они особые, понимаешь. Но она же особая, она же всю жизнь воевала, она же прокурор была. Она воевала с преступностью. Спасибо большое. Спасибо. Подожди, что касается вот этих преступников, сколько их было выпущено из тюрьмы. Вот, когда Феликс произнес слово прокурор в нашем эфире позавчера был кандидат на пост Куккаунти стоит Сатерни Патрик О'Брайан, который пытается занять пост за место Ким Факс, которая просто всех бандитов выпускает. Ким Факс, я напомню, Джордж Сорос, которого любят некоторые наши знакомые, в частности, Элочка Зибицкер назвала его своим героем на Фейсбуке. Я не могу забыть. Не могу. Не, но просто удивительно, женщина, которая дожила до седых волос, но я понимаю, студенты там 18-17 лет, 15-летние, 12-летние волшебные девочки, которые орали фак-фак-фак, людям тыкали пальцы в глаза, но это женщина, которая дожила до седых волос и по-прежнему такая волшебная на всю голову, просто на всю голову. Ты человек, который уехал из этого же социализма. Послушай, я тебе больше скажу, я лично знаю человека, который уехал из Москвы, он официально был признан диссидент, он был диссидент, вот самый настоящий диссидент. Так вот, как диссиденты могут до такого дойти? Могут, могут, и сколько угодно таких примеров, сколько угодно. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Павелец. Прекрасно. Прочитайте свои стихи. Прочту. Давайте. Америка чудесная страна во всех понятиях и потаенных смыслах в такое время жить досталось нам, срубая миллион известным лицам. Понимаете? Америки влекущий яркий свет, голоду он манит, как вино. Вдали от родины чудесность есть свет, на воротабной почве в основном нахрено. Ну, вы поняли, что я пишу о чем? Очень плохо как-то заглушает. Очень хороший, ничего. Ну, понятно. Ну, наверное, душевно. Что-то очень душевно. Очень хорошо, что у людей есть еще вдохновение писать стихи. Это просто прекрасно. Элочка тоже написала стихи, что Трамп накакал. Ну, да. Ей хорошо ответили на это. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Ну, как короткая фраза по поводу диссидентов. Знаете, такие диссиденты были вроде бы как будто а потом как переезжали, по-другому себя совершенно вели. Так что диссидент диссиденту родит. Ну, да, вот об этом я и говорю. На самом деле все другое. Я хотел, знаете, что сказать, вы наверняка читали, может быть, нет, Кольта Шлифтера. Он на русском не печатает. Да? Да. Переводный. Паранчок пишет и остроумно. Он написал... Нет, но я читал Шлифтера вот эту статью, почему Трамп не мог ввести войска о проблемах, которые сопутствуют. Да, да, да. Ну, это одно и с последним. Да. Спасибо большое. Добрый день. Добрый день. Алло. Да. Да, да. Слышно меня? Слышно, да. Вы последнюю новость наверное не слышали. Калифорния начала красить дороги в белый цвет, белой краской. Ну, не слышали, это шутка, да, такая? Нет, не шутка, это почитайте на интернете. То есть они начали... Спасибо большое. То есть вот то, о чем ты говорил, щиты сначала красить в белый цвет. Чтобы красивше было. Ну, половина населения Калифорнии это вообще волшебное. Ну, как же точно. Просто сказочные люди. Ну, просто сказочные. Ну, неудивительно, если из Калифорнии выходят такие... Сережа, но при том... Спикеры палаты представители Кашминца Павловси. Но при том, ты вообще видел когда-нибудь вот такие вот многочисленные РЛы вот в Калифорнии, да в Веленосе, в Калифорнии никогда такого не было. В последнюю часть делается. Зато они очень остроумные и очень прохиндеи. Вот последние выборы 18-го года они украли у республиканцев 8 мест. Так называемый харвестинг. То есть те дистрикты, которые контролировали с республиканцами, они их просто украли. Просто украли. Ходили, волонтеры по домам собирали бюллетени. Собирали, сотнями приносили избирателей. Бюллетени собирали, выдали нелегалам водительские права. Калифорния это особый случай. Четыре семьи мафиозные правят этим штатом. А как бы ты видел вот идеальную модель будущего вот Америки? Вот тебе не кажется, что нужно взять... Отделить Калифорнию? Нет, вот так линию провести и сказать так, знаешь, как говорится, умные налево, дураки направо. Да, добрый день. Так Эллочка считает всех, кто голосовал за Трампа людьми непорядочными и неумными. Она об этом пишет. Но это не только она, но они все пишут. Не, ну просто она такая звезда, ее знают многие. Нас же называют трамписты и дебилы. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Про Эллочку я, например, лично знаю. Я ее лично знаю, потому что я была... Многие лично знают. Да. Так вот, знаете, у нее был такой бизнес, она получала гранты от правительства. Поэтому, естественно, она за левых. Потому что все, которые получают гранты и бесплатные пособия и все прочее, они все за левых. Так что я, например, не удивляюсь, что она делала. Она всегда так делала. Конечно, она всегда получала, она, по-моему, до сих пор даже продолжает, потому что у меня с ней была стычка, по-моему, где-то еще в 2017 году, когда она была одной из участников, из организаторов вот этого вот рейла, которое было в скоке, где-то проходило. Против второй поправки. Да. Вот. И тогда я, помню, с ней дискутировал, и мне тогда волосы дыбом встали. Думаю, боже мой, как можно вообще так рассуждать. Но неважно, да. Да, она получает грант, и, конечно, она будет поддерживать то, что нужно поддерживать. То есть, свой бизнес, ее бизнес существует за счет денег налогоплательщиков. Вот и все. Поэтому, чем больше налогов соберут с нас, тем больше она положит в карман. Ну что, мы все уже, да? да, мы все. Друзья мои, огромное спасибо. С Новым годом всех. Шана Тава. Умитука. Берегите себя. Всего доброго.